Конгресс Фильмс Инкорпорейтед представляет Сахара Макнейла Оператор Уильям Мэллар Композитор Борис Моррис Переворот в Сен-Дени Переворот в Сен-Дени Переворот в Сен-Дени Тенни, иду, капитан Драманд Я смеялся добавить в кофе немного Брэнди Ты эталон христианской доброты Стремлюсь к совершенству Что ж, пласяцкая жизнь подходит к концу? Да, Тенни Да, сэр, послезавтра мы станем женатыми мужичьими Если только мы в этот раз не наделаем глупости Давай посмотрим Мы сделали все, о чем нас просила миссис Филлис Мы всю неделю просидели дома Никаких газет, никаких писем, никакого оружия Ты избавился от него? От всего... Да-да-да, от всего оружия Да-да Конечно, я верю, что ты... Возьми Мы часом не простыли Виновата, Элжи Это была его идея забрать наши брюки Чтобы мы не могли выйти из дома Вы не думаете, что и эта идея принадлежала миссис Филлис? Ты ничего не оставил, там запас Все брюки в багаже Не считай тех, которые носит сам мистер Лонгуарт Инициатор денег Надеюсь, полковник Никсон не забудет взять их с собой Я думаю, в этом вопросе на полковника Никсона можно положиться сам У кого билета в Ниццу? У мистера Лонгуарта И билеты и брюки слишком большая ответственность для одного человека Особенно для мистера Лонгуарта Позволь себе заметить Я проверю, все ли в порядке Извините, сэр, мы обещали мисс Филлис, что будем пользоваться телефоном только в крайнем случае Это крайний случай Предположим, что он взял билеты, но забыл штаны Можешь представить себе миновый месяц в таком виде? Могу, сэр То есть, не очень Согласись, это и есть крайний случай Определенно, сэр, это самый крайний случай Коммутатор, соедините меня с номером... Четыре-четыре-четыре-четыре Элджи Лонгвард слушает Кто это? Ах, это ты, дружище? Свадьба? Чья свадьба? Моя олух А теперь, Элджи, слушай меня внимательно Билеты у тебя? Конечно, у меня Вот здесь, в кармане Хорошо Слушай внимательнее Брюки у тебя? Говорит, у него Могу ли я надеяться, что он и о моих брюках позаботился? А брюки Тенни? Тоже у него Спасибо, сэр Элджи, а твои брюки у тебя? У меня ли мои брюки? Ну, ты даешь Хью, я забыл их надеть Что же мне делать? Скотланд-Ярд Полковник Нильсон, комиссар На связи капитан Драмон, сэр Я поговорю с ним Что ты хочешь? Конечно, твои деньги у меня И разрешение на брак тоже Я просто подумал, что будет неплохо, если... Все, что тебе нужно сделать Оставаться дома и держаться подальше от неприятностей Что? Я хотел узнать, не помешает ли свадьба решению каких-нибудь важных вопросов Нет, на моем столе нет ничего, во что бы ты мог ссунуть свой любопытный нос Драмон К тому же ты обещал не пользоваться телефоном Так что, извини, до свидания Алло Конечно, это Филлис Хью, дорогой, ты обещал не пользоваться телефоном Что-нибудь случилось? Нет, дорогая, я просто хотел узнать У нее ли кольца, сэр? У тебя ли кольца? Конечно, у меня Ты ведешь себя, как обещал? Конечно Кольца у нее Но если я буду бездействовать и дальше, я сойду с ума Извините, сэр Мы сойдем с ума Мы сойдем с ума Я выезжаю прямо сейчас, чтобы забрать полковника Нильсона из усадьбы Грейстоун Мы скоро будем у тебя Конечно, я люблю тебя Пока Пока, милая Тенни, она уже едет Теперь нас ничто не остановит В этот раз я женись Похоже на то Конечно, самопрошарствование, Тенни Сидеть дома днями, неделями, годами, веками Оно там стоит, Тенни, стой Уверен, что это так Могу ли отдать совет, сэр? Конечно Насчет телефона Что именно? Может, найтись Остря, который возьмет, да и позвонит? Ты прав, Тенни Мы должны что-нибудь сделать с проводом Совершенно верно, сэр Спасибо Теперь мы защищены Не совсем, сэр Извините, сэр Могу ли я дать вам еще один совет? Это восходная идея, Тенни А я о чем говорю? Усадьба Грейстоун Филипс Филипс, где ты? Полковник Нильсон Добрый вечер, полковник Ах, это вы? Боюсь Скотланд Ярд спит У вас не было бороды, когда вы сбежали, и у вас потемнело лицо Африканское солнце Африканское солнце, понял На фотографиях вы выглядите гораздо моложе Ричард Лейн Мнимый дипломат Награжденный королеву за особые заслуги во время войны Королева совершила ошибку Вы меня помните Скотланд Ярд не забывает подозреваемых, пока они живы Давайте избегать неприятных слов Вы идите со мной Очень мило с вашей стороны Я рекомендовал бы Херрис, он превосходен Хорошо Вас не интересует цель моего визита? Нет, нет, нет Вы приехали из Африки для того, чтобы сдаться Вроде того Возможно, вы решили вернуться за чертежами Бринтон Баммер Который вы обещали вражескому правительству 12 лет назад У вас потрясающая память Спасибо за комплимент Наверное, это будет сюрпризом Но теперь лиса будет охотиться за гончими Вы думаете, собаки разбегутся? Конечно От моего отношения к вам зависит Ваша благодарность мне Я так не думаю Да, да Извините меня Погодите Простите, полковник Я хотел помочь вам Вот ключи Извините Удача от меня отвернулась Вы же знаете важные документы Я храню на работе Я не подумал об этом Готовитесь к свадьбе капитана Драмонда, не так ли? Как вы узнали о свадьбе? Ваш человек, Филипс, оказался разговорчив Будет проще, если вы сами обо всем расскажете А если я буду хранить молчание? Давайте присядем В вашей катаре все одинаковые Характер у всех разный, но дух один Может вам напомнить о командующем Ноксе? От него я получил информацию О 18-дюймовом береговом орудии Значит, это вы причастны к его исчезновению? Многие великие нации готовы заплатить за военные секреты друг друга Да неужели? Огромные деньги Хочу узнать, полковник Правда ли, что правительство разработало радиодезинтегратор, который не позволяет врагу подавлять ваш сигнал во время войны? Ничего об этом не слышал Неужели? Этот прибор изобретен радиотехником из вашего отдела И вы все об этом знаете И вы мне расскажете И как же вы собираетесь разговорить меня? Будете упрямиться? Опоздайте на свадьбу капитана Драмонда Добрый вечер Добрый вечер Я звонила полковнику Нильсону Вас зовут? Мисс Клаверинг Конечно, мисс Клаверинг А где Филипс? Сегодня у него выходной Выходной? Полагаю, пошел в кино Я же недавно с ним разговаривала Должно быть, случилось непредвиденное Наверное Что ж, я спешу Будьте любезны, доложите полковнику, что я пришла Мисс Клаверинг Пожалуй, мне стоит объяснить Понимаете, я новый владелец Грайфтауна Новый владелец? Да Но я же утром говорила с полковником Он вам не сказал? Нет Странно Полковник, конечно, занятой человек Но сегодня он передал мне усадьбу Его здесь нет? Полковник Нильсон Он уехал на праздничный ланч капитану Драмонду Мне надо поторопиться Мисс Клаверинг, учитывая, что теперь мы соседи Надеюсь, вы как-нибудь заглянете ко мне с капитаном Драмонду Вы знаете о свадьбе? Да Полковник сказал мне Позвольте пожелать вам всего наилучшего Спасибо Ничего, если я задам вам вопрос? Задавайте У меня такое ощущение, что мы встречались с вами раньше Я так не думаю Я бы никогда не забыл такую очаровательную женщину Спасибо за комплимент Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Здорово? Здорово? Соедините меня с капитаном Драмонду Пожалуйста, побыстрее Но он должен ответить Он на месте, я знаю Попробуйте еще раз Громче, Танни, громче Я знаю, сэр, знаю Испейте горского нектара Ты читаешь мои мысли В каждой капле аромат пурпурного вереска Ты как я посмотрю поэт Спасибо, сэр И хороший друг Я постараюсь вас не разочаровать, сэр Спасибо Что ж, в последний день холостяской жизни Давай выпьем за... Мисс Филлипс Да Она такая красавица Это Элди, наши штаны Ты готов? Пошли Дорогая Ты что-то ужасное Полковник пропал Вместе с деньгами? Его похитили Ты слышал? Кто-то украл полковника Великий шотландцы Я думал, воруют только генералов Человек с бородкой А заказал его я Будь серьезнее Их было двое Один с бородкой Второго я не рассмотрела Ты меня запутала Обычно голову морочу я, а не ты Тенни, ты же мне веришь? Это... Мы дома, ни во что не ввязываемся Так что перестань Ты спрятала его в машине Хью Где он? Говорю тебе, я приехала за ним в Грейстоун А человек с бородкой назвался новым хозяином усадьбы Полковник Нильсон собирался продавать? Он сказал, что полковник поехал сюда Но я спряталась и подсмотрела Полковник был без сознания Его увезли на его же машине Увезли куда? Я не знаю Я пыталась тебе дозвониться Я перерезал провод Тенни Тенни идет, как обычно Тенни идет Ваша шляпа Что это? Мистер Лонгоорд Забирал наш оружие, сэр Я предусмотрительно припрятал вот это Тенни, ты же сказал, что в доме нет оружия Извините, сэр, это не оружие Это пистолеты Видишь, дорогая Мы сдержали слово Хорошая работа, Тенни Стараюсь, сэр Скорее, милый, скорее Тим, держи Я привез тебе брюки Вы куда? В усадьбу Грейстоун В усадьбу Грейстоун? Ну, конечно Тенни, посмотри там Я посмотрю Ты со мной Это портфель полковника Оператор? Говорит капитан Драмон Звони из резиденции полковника Нильсона Соедините меня со Скотланд-Ярдом Немедленно Пусть перезвонят сюда Хью, смотри Тенни Тенни Иду Аккуратно Вот так Капитан Драмон Филипп, старина Кто это сделал? Это был Ричард Да Это поможет Это Драмон Скотланд-Ярд Позовите инспектора Блэра Быстрее Кто это был Филипп, скажите Это был Ричард Лейн Ричард Лейн? Теперь понятно, почему его лицо показалось мне знакомым Я вспомнила его фотографии в газетах Без бороды И сейчас, несколько лет назад Блэр? Это Драмон Я у Нильсона Его похитили Я говорю, похитили Да, Ричард Лейн Мне плевать, что Лейна не было в стране много лет Здесь он был полчаса назад Капитан Драмон Одну минуту Да, Филипп? У них есть самолет В Хэмптон-Хит Да? Они полетят в... Куда, Филипп? В Африку Куда-то в район Арби Марокко Блэр? У Лейна есть самолет в Хэмптон-Хит Они лезут Нильсона в Марокко Куда-то В район Арби В Марокко Я еду в Хэмптон-Хит Постараюсь их задержать, хорошо? Хорошо Мы можем что-нибудь сделать? Надо задержать человека, который его убил Пойдем, дорогая Куда на этот раз? В Хэмптон-Хит Хэмптон-Хит Вы что, не можете вспомнить, где собирались пожениться? Ты думаешь, он придет в себя? Конечно Придет Смотри Это Лейн Они уходят Это была плохая идея, Тэнни Лучше не было, сэр Хью! Вы сумасшедшие Вы сумасшедшие? Ты привез, Мэйбрик? Да, но Ничего страшного Просто Неважно Держи, Тэнни Спасибо Простите, дорогая Слушай, не могу понять, что с тобой происходит Что, о чем ты? Ты сумасшедший, то есть, какой ты дерганый Ты понимаешь, о чем я? Что случилось? В самолете полковник Нильсон А что он там делает? Его похитили Похитили Похитили? Нильсона? Самое главное, что вы в порядке Я имею в виду подготовку к свадьбе Подготовку Да, я в порядке Филлис, все тебе расскажут? Филлис Я видел у людей, которые увезли полковника в машине Зачем? Поези следом и все поймешь Кто это? Полиция Не говорите, что мы хотим спасти Нильсона Иначе они нас задержат Капитан Драмант Здравствуйте В участок поступил вызов Буквально пять минут назад один из негодяев улетел Полковника Нильсона увезли на машине в ту сторону Задержите их Слушаю, сэр Следуй за нами Тенни, в машину Уже бегу Вы куда? В Северную Африку В Африку? Капитан Хью Драмант Частная собственность Тенни, открывай Слушаюсь, сэр Элджи, расщекляй самолет Сделаю Капитан Драмант Одну минутку, сэр Да, слушаю Я вижу, мы как раз вовремя, сэр Вовремя что? У нас приказ, сэр Приказ? Так точно Сегодня вы не сможете улететь Я не могу полетать на собственном самолете? Таков приказ, сэр В Скоттландиарде не хотят, чтобы вы вмешивались в это дело Это всего лишь прогулочный полет с друзьями Каблакам Полезно при астме, ну и все такое Видите? Извините, сэр Приказ есть приказ Кинкин Ты останешься здесь до утра Слушаюсь, сэр Этот самолет не должен улететь Понятно? Этот самолет не должен улететь Извините Послушай, Хью Потом Эндж открытый ящик с парашютами Но парашюты... Ящики там, где они и должны быть В ящике? Да, в ящике Закрыты ящики Ах да Понял Закрыты в ящике Понял, я мигом До свидания, дорогая Хью, давай без дураков Он при исполнении Надо попробовать Ты сумасшедший? Я тоже Я лечу с тобой Ты остаешься здесь? Нет Сегодня могла быть наша первая брачная ночь Если ты не забыл Знаю Помню, прости Люблю тебя Хочу жениться на тебе Но не сегодня Пожалуйста, вернись в машину Хорошо Я так и сделаю До свидания Будь осторожен Умница Курите? При исполнении нет Извините Надеюсь, не обижаетесь Я все понимаю Спасибо, сэр Не будете возражать Если мы проверим парашюты Раз уж мы здесь Я должен присмотреть за вами Если вы нам не доверяете Присмотрите У меня нет повода не доверять вам Но приказ Приказ есть приказ Верно, сэр Приказ есть приказ Спасибо В чем дело? Парашют за что-то зацепился Никак не могу его достать Мне стыдно за тебя Такой большой, крепкий парень Похоже, ты прав Он застрял Помоги мне Все, сдаюсь Не отчаивайтесь, джентльмены Позвольте, я помогу Нет, нет, что вы, констабли Вы можете перенапрячь Глупости Хоть меня и называть малышом Смотрите Ой, что вы делаете? Что вы задумали? В чем дело? Попаться Все восходно Тенни Здесь, сэр? Давай Выкатываем Сегодня могла быть моя первая брачная ночь А зачем ты мне об этом напоминаешь? О чем? О первой брачной ночи Так просто Просто Хорошо Бывают моменты, когда молчание Золото Да Именно золото Что-то я не имел в виду Понял, то есть сейчас как раз такой момент Несомненно Не хотелось оставлять Филлис, но иначе нельзя Разумеется, не стоит подвергать ее опасности Извините, сэр, наши пистолеты Да, действительно Веселой отдельце предстоит Все зависит от точки зрения, сэр Скажи, Хью Да Мы зависим от этой штуки? Да Лететь Девять тысячи миль Лондон, Париж, Мадрид Не будет происшествий, долетим к рассвету Происшествия, Хью Ты же ничего не имел в виду? В первый раз всегда страшно Ну да, конечно, если в первый раз Что? Не беспокойся, думай, все будет в порядке Я надеюсь Мисс Дорогая Не стоило это делать, но я здесь Мы здесь Вот это сюрприз Присаживайся Итак, ты, как и мы, попала в переплет В переплет? Хочу, чтобы ты знала то, что знаю я Что? То, что я люблю тебя Даже если мы поженимся в Марокко И нас благословит магометанский священник? Значит, будем магометанами А я смогу иметь гарем Было бы забавно Но даже не думай Подлетая, пристегните ремни Аэродром Арби Посадочная площадка Буэнос диас, сеньор Буэнос диас А, да-да, диас, Буэнос Буэнос диас, сеньорита Добро пожаловать в Арби Спасибо У вас есть разрешение на посадку? Разрешение? На посадку? Да, сеньор Как видите, мы уже посадили самолет У вас должно быть разрешение, сеньор Мы представляем британское консульство Капитан Аташе консульство Не совсем, но я уверен, что с нашими документами все в порядке Консульство откроется через несколько часов, сеньор В таком случае, мы прогуляемся Да Это невозможно, сеньор Только позже Понял, не раньше, чем позже Да, сеньор Энджи, а если не выйдет? Теряем хватку, Элджи Наверняка в городе есть отель Отель, да, сеньор, отель, Марокко Мы вас проводим Да, не сомневаюсь После вас Нет, после вас, сеньор, после вас Добро пожаловать, Варби Дорогая Романтично, не так ли? Вы находите жар африканского солнца романтично, сэр Несомненно 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 Британское консульство Да К вам пришел мистер Майгер Пусть войдет Да, майор Доброе утро, Чарльз Майор Садитесь, садитесь Спасибо Вас и не узнать Решил встыкнуться Слишком много магометанства Вам надоело сидеть на вашей шикарной вилле? Поэтому я здесь, майор Решил отправиться в небольшое путешествие Лондон, Париж Париж Много лет никуда не ездил Это так здорово Хотел бы я с вами поехать Если бы вы смогли, майор Да, сэр Кстати, мне нужна виза в паспорт Ну, это просто Скажите МакАлистеру, он поставит Хорошо, спасибо Что ж, до свидания, майор До свидания, сэр Удачного путешествия Спасибо Да Вас хочет видеть капитан Драман Пусть войдет Да, сэр Проходите, капитан Спасибо Будете ждать меня здесь? Конечно Нет, сеньор Капитан Драман Рад познакомиться, майор Грай Садитесь Спасибо Драман Местные власти собираются арестовать вас Вы приземлились Без разрешения Разрешения нет, но я здесь Согласно правилам, консульство Обязано оказывать содействие Подданным Британской империи При первой необходимости Люди из Скотланд-Ярда Просили содействовать вам В соответствии с инструкциями Я им признателен Кроме того, они просили Помочь вам вернуться в Англию Как можно скорее Майор, вы не понимаете Я все прекрасно понимаю Ваш самолет проверили И сейчас он готов к вылету Вам повезло, что вас не посадят На пару недель в марокканскую тюрьму Майор Одну минутку Да, майор В охране капитана Драманда на месте? Да Скажи, пусть встречает его в коридоре Хорошо, сэр Когда я покидал Англию Я все о вас знаю Вы покинули Англию Вопреки официальному приказу Оказав сопротивление Представителям властей Как вы узнали, что я прилечу в арбе? Мне сообщили из Скотланд-Ярда Капитан Драманда возвращается в Англию Он не должен покидать отель без моего указания И без охраны Да, сэр Послушайте, я должен сообщить вам Что полковник Нильсон похищен Замечательно, Драманда Меня предупреждали, что вы скажете нечто подобное Позвоните им еще раз Майор, все в порядке До свидания, сэр, удачи Спасибо Одну минуту Вы Ричард Лейн? Хорошо, есть Драманда Что значит ошибся? Этот человек, Ричард Лейн Он убил помощника Нильсона Похитил самого Нильсона За этим человеком я и прилетел Перестаньте Майор Это джентльмены, мистер Чарльз Меггер Я не ошибаюсь Мы знакомы уже много лет Извините, сэр, не передавайте этому значения Все в порядке, майор Удачного дня Майор, в прошлой ночи этот человек был в Англии Капитан, вам сообщат, когда самолёт будет готов Всего хорошего Всего хорошего После вас, сэр Спасибо Хотите что-то предпринять, сэр? Пока нет Мактаг вернулся? Еще нет, сэр Что вы хотите? Такой угорит недолго Мактаг Безупречный грим Смешком безупречный Ну что, выяснил? Нильсон у них Я был в 100 ярдах от того места, где приземлиться самолёт Ну, сейчас Килламина, конечно Верно Я поймал сообщение, которое передал Нильсон Его держат в доме, примерно в полумире отсюда Я ждал часа три или четыре И уже отчаянился, как вдруг увидел вспышку, свету Он подал сигнал из окна верхнего этажа Что в сообщении? Пока жив Лейн ожидает трёх иностранных агентов Срочно совершите облаву Мне это не нравится Это его приказ Он рискует Рискнём и мы Фордин, вы договорились с местной полицией об облаве, как я просил? Нет, майор Почему нет? Потому что облавы не будет Что это значит? То, что вам, джентльмены, следует поднять руки Не советуй сопротивляться Ступайте, майор Как штаб-квартира, полковник? Здесь тихо Заточение, добивающее однообразие Да-да, понимаю вас Если будете со мной, возможно, я избавлю вас от однообразия Вы думаете, у вас будет возможность сбежать? Разумеется Но вы достаточно умны, чтобы не делать глупостей Спасибо После вас, полковник Спасибо Моя маленькая кошачья царства выросли у меня на глазах Привет, Бубу Мими Не сломайте свои клетки Они могут? Да Домашние животные Домашние? Я считаю их крайне полезными Да, я представляю, как они могут обескуражить гостей Случайных гостей здесь не бывает Вы пойдете за мной? Да, я пойду за вами Я так и думал Там мой любимец Но не стоит к нему близко подходить И беспокойтесь, не буду Жентльмены, у меня для вас сюрприз Представляю давнего оппонента, полковника Нильсона Добрый день Полковник Ванан Дакли Очень приятно, взаимно Тот самый агент, который заполучил планы вашего правительства в отношении Судана Который мы тут же применили в отношении другой страны Да, уже после того, как мы их продали Хороший человек Серьезно? Блестящая работа Доктор Штерн Доктор? Как поживаете? Барон Невский Вы утрясли вопрос с депортацией капитана Драмонда Да, все в порядке Самолет Драмонда взорвется в полете Это означает, что капитан Драмонда и его друзья исчезнут где-то в сотни миль от берега Вам нечего сказать, полковник? Вы недооцениваете способности капитана Драмонда Знаете, Нильсон, вы мне симпатичны Думаю, при других обстоятельствах мы бы с вами сработались Обстоятельства, как вы выразились, должны быть... Другими Да, конечно Другими Полковник Спасибо За смелого противника Бесстрашного Даже в поражении Могу ли я, учитывая мое поражение, продолжить этот тост? Конечно За людей, потерявших честь За людей, которые позорят страны, давшие им жизнь То есть, за вас, джентльмены После ужина мы обсудим этот тост в деталях Присаживайтесь Прошу, полковник Большое спасибо Не хотел бы оказаться в этом соболете, когда эта штука сработает А когда это произойдет? Камер установлен на 9 часов И у них такие стильные танцевальные костюмы Сейчас нет времени на то, чтобы обсуждать народное творчество И рассматривать свингующих дервишей Свингующих дервишей? Да, свингующих Помоги свяжать А когда? Лежит двойным узлом А то переломаем ноги А как мы найдем дом Лейна после того, как мы... Что мы будем делать, когда найдем его дом? Об этом подумаем, когда сбежим Да, но... Вы слышали? Видел Они что-то задумали Капрал, вы такой мнительный Хорошая работа Я стараюсь, сэр Мне кажется, что длины этих простыней до земли не хватит Сделаем сколько получится До внутреннего дворика внизу всего 50 футов Кажется, я знаю, что нужно сделать Что? Я думаю, стоит рискнуть Я тоже так думаю Дорогая, обещай мне кое-что Да, Хью Обещай, что останешься здесь Но... И не пойдешь за нами Но... Никаких но Ты останешься здесь Или что? Или я отшлеплю тебя Да, капитан Драмонт Только попробуй Пока, дорогая Пошли Янджи, ты следующий Затем Тэнди Будь осторожен, Хью Вернись Кто-то пришел Откройте Скажите, что я в ванной Да, сэр Почему вы так долго не открывали, сэр? Я помогал капитану Дамонту А капитан? Принимает ванну Тогда мы его подождем Сеньор 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 Фарди Представитель консульства Как поживаете? Добрый вечер Если вы не против, я подожду капитана Да, конечно Мы как раз слушаем музыку Да-да, наслаждаемся хорошей музыкой Она звучит как... Как музыка Музыка будет слышно лучше, если я открою окно Нет-нет-нет-нет-нет, сэр Да, присядьте Просто выпейте с нами И вы тоже выпейте с нами Я сейчас налью Мы видели, как капитан Драмонт входил в эту комнату, верно? Да, вместе с остальными Мы видели, что вон выходил? Нет Да, джентльмен сказал, что он был у него в ванной Так есть Так быть не может Почему? На каждом этаже одна ванна И эта ванна не здесь Она вон там По коридору Значит, если его там нет, он должен быть там А я смотрел, его там нет Тогда он есть или его нет в его комнате Все это очень странно Значит... Мы посмотрим Извините, синьор Это синьор И где капитан Драмонт? Я же говорил, капитан принимает ванну Ванну? А что плохого в том, что он захотел принять ванну? Здесь нет ванной комнаты, синьор Здесь нет ванной? Не здесь, а там Обыщи эту комнату Да, капрал Стойте, стойте, стойте Отойдите в сторону Вот Да Вот, вот, вот Для чего это, синьор? Для скаловаза Что ж Дорогая Добрый вечер, капитан Драмонт В данной ситуации не могу с вами согласиться У меня инструкция майора Грея Я знаю Джентльмены прибыли, чтобы проводить нас до самолета и выдворить из Марокко Мне очень жаль, сэр Что ж, пошли Мы не можем уехать без полковника Нильсена Не переживайте за полковника, мисс Клаверинг Я полагаю в безопасности в своем лондонском офисе Мы получили из Котланд Ярное подтверждение того, что полковник Нильсон провел весь день в своем офисе Как обычно Как обычно Но я видела людей, которые его похитили Я знаю, дорогая, но этот джентльмен утверждает, что он провел весь день в офисе Хью! У нас нет выбора, мой самолет в порядке? В полном Накинь плачь, дорогая Капитан, вы летите прямиком в Англию? Нет смысла останавливаться, если полковник Нильсон на месте Ладно, пока Пока Сеньоры, пока Счастливого пути, до свидания Идем вы уже До свидания До свидания, приятно Надеюсь, мы больше не увидимся То есть не в такой ситуации До свидания, сеньор Хорошие люди Что у них не было разрешения на приземление В следующий раз они про него не забудут Ты же не веришь, что Нильсон в Англии? Конечно, нет Но через полчаса мы будем уже далеко Хитрость Хитрость? На тот случай, если мистер Фордин решил проследить за нами Значит, мы возвращаемся? Возвращаемся? Немедленно Если что, у нас проблемы с двигателем Они начнут задавать вопросы, как только приземлимся Лучше бы они не спрашивали Раз уж мы возвращаемся, сэр Предлагаю приземлиться где-нибудь неподалеку от дома мистера Лейна Было бы неплохо, но мы не знаем, где это Знаем, сэр Я расспросил местный персонал Узнал, где находится резиденция мистера Чарльза Мэггера Он же мистер Ричард Лейн, сэр Хорошая работа Я знал, что вам понравится, сэр Я отметил это место на карте Там есть где приземлиться? Да, сэр Вот это место, сэр Там есть где посадить самолет Хорошо Пущу сигнальные ракеты Пуск ракет Если кто-нибудь увидит дом, запоминайте дорогу Смотри внимательно Когда сядем, сразу отправимся на место У нас мало времени ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, они не видели, что произошло Отсюда до дома Лейна примерно мыли Мы подопрались к ним в потное Дэнни, ты останешься здесь, мисс Филлис Хорошо, сэр Здесь? Не спорь Да, сэр Так-то лучше Возьмите мой пистолет Их, если ты помнишь, моя любовь Конфестировала полиция Не все, мисс Филлис Вы не могли бы на секунду отвернуться Я спрятал его на всякий случай Хорошая работа Блестящая мысль Я тоже так думаю, сэр До свидания, дорогая Странно, мы все время говорим до свидания Надеюсь, в последний раз Не говори так Ты не позаботься о ней Позабочусь На пора, дорогая Пошли, Элджи Будь осторожен, Хьюн Присаживайтесь Отправьте шифровку лондонскому агенту Как ужин? Приговоренный плотно поел Джентльмены, надо отдать полковнику Нильсона должное чувство юмора перед лицом смерти Надеюсь, теперь вы готовы рассказать нам о радиодезинтеграторе Если мне предстоит умереть, я не вижу смысла в молчании Верно Более того, я настаиваю на этом Предлагаете сделку? В обмен на жизнь? Определенно Конечно Если вас я освобожу В выигрыше окажется ваше ведомство Сложно решиться на такое У меня есть то, что вы хотите Вы можете продать идею этого дезинтегратора за миллионы Достаточно для того, чтобы купить дюжину таких домов Да, это правда, но могу ли я быть уверен, что вы скажете правду? Могу ли я быть уверен, что вы меня действительно отпустите? Могли бы рискнуть? Решение окончательное? Окончательное Могли бы сами догадаться Радио Дезинтегратор Это прибор, ослабляющий сигнал Будь то голос или шифровка Сигнал реверсируется Низкие частоты становятся высокими частотами И наоборот Не совсем понял, полковник После обработки Слово передается в виде кода Доходит до Принимающей станции, где При помощи определенной заданной комбинации Переформатируется в первоначальный вид Как это звучит? Я задам еще несколько вопросов Полковник, мне нужны точные данные Вы обещали не ходить за ними, мисс? Я просто не могу сидеть сложа руки Конечно, мисс, если вы решили что-нибудь предпринять Я буду вас сопровождать В этом деле Превосходная идея, Тенни Идем Дальше куда? И вы не можете объяснить, каким образом Из потока разночастотных волн Выделить необходимый одиночный сигнал? Честно говоря, нет Доктор, что вы думаете? Этот джентльмен лжет Боюсь, что это так Начнем? Еще рано, Элжи, подожди Вы не цените свою жизнь А что мне остается? Вы бы сказали правду, чтобы спасти три жизни Жизнь у меня одна Я пошлю за вашим другом, майором Грэем И его помощником Мактаком А что вы знаете о Грэе и Мактаке? Они наверху Их жизни зависят от вас Как насчет сделки? Вы передаете доктору Штарну всю интересующую информацию А я гарантирую, что вас и ваших друзей через неделю освободят Интересно, кто? Местные полиции Им сообщат Я могу подумать? Хоть немного Можете У вас ровно пять минут Пять минут? Хью, я думаю, сюда идти не стоит Перестань, Элжи Лев на цепи Пойдем Хью, пусть лежит Они решат, что он спит Те еще, лучше помоги мне Ты хорошо его связал? Думаю, да Используем это Хью, пусть лежит Хью, пусть лежит Закрой дверь Майор Майор Грей Так и не избежали неприятностей Продолжайте Он в критическом состоянии Поищи для них воду Ваши домашние животные чем-то встревожены Да Проголодались Итак, полковник Ваше решение? Оно еще не готово В таком случае мы вам поможем Сюда, пожалуйста Так, тоже Вам лучше отойти Решайтесь, полковник Вы еще можете спастись Решайтесь Окружайте их Вперед Обойдите их Мы окружены Надо выбираться Как ты? Нормально Вставай, пойдем Сдавайся, Драмант КОНЕЦ 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 КАПИТАН ДРАМОНТ КАПИТАН Да-да, сюда-сюда Милый друг Драмонт Вы поняли это, сэр КАПИТАН